всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это новая модель от компании агэм защищенный смартфон с прикольной иллюминации с динамиком который заявляет производитель 109 децибел мощности он такой достаточно простой с другой стороны за него не просят каких-то сумасшедших денег ребят он продается и на официальном сайте на алиэкспресс на мой взгляд заменяемые деньги да тут конечно процессор днище честно говоря экран на грани фола ну давайте по порядку первое что о нем конечно хочется рассказать это о том что он большая тяжелая лопата с батарейкой 7000 миллиампер несмотря на процесс хелёп 35 блин он настолько уже такой вообще никакой 2022 году но его здесь поставили скорее всего для удешевления это явно не такая рабочая станция это не игровой телефон вся его фишка это модуль ночного зрения большая батарейка защищенный телефон так вот и 248 грамм большой тяжелый огромный телефон с огромным динамиком агэм 109 децибел он действительно громче большинства до всех телефонов он реально очень громкий единственном один но действительно громкий тут ничего не скажешь кроме того режим иллюминации называется и вот здесь вот подсветка разноцветная блин почему такого не делают во флагманах я бы не отказался это реально круто это по-настоящему прикольно знаете ну просто здорово вот эта подсветочка это зачет камера ночного зрения абсолютно ноль люкс глазами ничего не видим полная темнота смартфон выручает я специальный режим и пожалуйста в полной темноте вы с помощью него будете инфракрасное излучение классно вы все видите абсолютно темноте подчеркну я уже тестировал такие телефоны это действительно классно сама камера раз уж моя камера заговорили 48 мегапикселей куди удивительно не так все и плохо да чудес не будет но фотографии по крайней мере за них не стыдно переслать друзьям куда-то там разместить вполне нормально а вот видео не особо конечно я от вас никогда не утаиваю здесь full hd к тому же максимум с таким процессором но видео конечно никакое и трясет и саму качество мне совершенно не понравилось качество видео full hd экран 6 половиной дюймов hd экран не full hd там 1280 соответственно просто hd но придираться не будем опять же глядя на стоимость этого устройства 450 нит на максимальной яркости вот на солнышке видно но с трудом экран и ps ну и не могу сказать что он совсем убогий совсем плохой нет был бы совсем убогий плохой я так и сказал бафтарк сесть работает в целом за свои деньги нормально кнопки громкости кнопки включения рифленые чтобы в грязи в воде их нащупать они удобные кроме того сканер опечатка пальцев есть он вполне рабочий нормальный кстати разблокирует ну да хэлли p35 там секунду занимает но нормально а кнопка которым можно запрограммировать у меня она на фонарик запрограммирована длительное нажатие включается фонарик что соответственно важно и нужно вот он просто несколько секунд нажать сделано это защита от случайного нажатия сверху дополнительный микрофон снизу у нас лоточек который не очень удобно вытаскивать ногтем комплекте кстати запасные вот эти вот шторочки которыми закрываются лотки чтобы вода не попадала запасные две и наверх и на низ на низ соответственно у нас разъем type-c в комплекте идет кабель с узким жалом другой кабель не подойдет либо его колхозить обрезать ножом если этот забудете дома или потеряете но есть решение если этот телефон дома заряжается то есть специальная станция ну просто элементарно вот они контакты ставите в станцию никакой возни с этими проводами рекомендую если будете такой брать купите со станции у меня она есть это прикольно второй слот соответственно симка сюда ставится и карта памяти также можно вытащить вот пожалуйста двойной слот что еще по внешнему виду рассказал он в меру ухватис кстати вполне нормально даже мокрыми руками несмотря на то что здесь нет ребристой поверхности как я всегда говорю вслух свои мысли почему не делать такие вот ребра в телефонах защищенных и тяжелых здесь их нет но здесь достаточно приятный шершавый пластик он удерживается хорошо вопросов к нему нет плюс большой палец под этот выпуклый динамик и даже с мокрыми руками под дождем уронил телефон в грязь куда-то вытащишь можно будет его в руках удержать вполне нормально плюс углы дополнительно защищены все сделано в целом по уму здесь у нас микрофон звонил я с него соответственно разговаривал слышно меня никак не урезан как-то микрофон на всякий случай проверил то что модель недорогая про проц можно дальше не рассказывать helio p35 12 нанометров ребят ну конечно он даже подлагивает я сейчас на ютюбе смотрю короткие ролики блин даже перелистываешь вот их и он подлагивает иногда и дело не в том что сеть плохая менюшку соответственно ли ставишь тоже знаете ну 60 герц частота обновления экрана но опять же ребята ну цена цена нужно просто знать что этот телефон такой небыстрый скажем так версия есть 128 гигабайт 64 соответственно что еще важного fm радио есть сети ловит нормально повторюсь я специально проверил так как модель недорогая все с ним в целом хорошо экран высказывался уже яркости не хватает но как ни странно даже вот солнце уже уходит 450 нит но нормально не совсем плохо можно пользоваться ребят как ни странно можно и экран не такой плохой для своих денег и тут я его не вытягиваю специально не хвалю но реально нормально я могу пользоваться особо не не напрягался напрягался бы от качества видео она здесь напрягался бы от качества видеозаписи оно никакое, и напрягался бы от того, что телефон медленный. Батарейка, 7000 мАч, да, при таком процессоре, конечно, сразу мысли возникают, сколько он держит, ребят, но он в режиме ожидания практически не разряжается, и это, конечно, здорово. Буквально за сутки 1%, это вообще, конечно, адски круто, реально молодцы. И вот он у меня лежит уже день четвертый, ждет обзора, плюс я его гонял, программы ставил. Ребят, 7%, да, много я его не юзал, но все равно чувствуется, что батарейка тут похожая на 7000 мА, по крайней мере, по весу точно, и как-то вот с таким даже процом жить можно. Но это тот телефон, который просто, если у вас как запасной, или вы куда-то пошли, не знаю, в поход куда-то, то взяли с собой, и не волнуйтесь, что он у вас разряжается на глазах, даже если вы им пользуетесь. В принципе, это все. Я постарался рассказать, как говорится, коротко, но емко. Отмечу еще раз, что телефон вот с задней крышки, он просто даже красив, и вот это вот рифленое поверхность, она вот здесь есть. Телефон легко держать, но все-таки лучше вот так вот опираться, разговаривать, на мой взгляд. Телефон в целом даже мне зашел, пусть он простейший, пусть тут звезд с неба не хватает, особенно технических характеристик, но в нем не такая и плохая камера, в нем достаточно громкий динамик, в нем не такой ужасный экран, нормально держит сеть, нормально держит батарею. Можно купить с док-станции, в которую поставил, и вот эти вот, вот эту вот триблуду постоянно, ногти себе не отрываешь, она неудобно снимается, и кабель, повторюсь, свой, особый. Иллюминация прикольная. На этом, друзья, все. Он действительно не очень дорогой, сколько стоит ссылка под видео, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо, друзья!